6 июня 1799 года на свет появился человек, имя которого стало в первый ряд великих писателей и поэтов не только России, но и мира. Александр Сергеевич Пушкин. Русский поэт, драматург, прозаик. Строки его знает любой. Ведь начиная в раннем детстве знакомиться с героями его сказок, на протяжении всей жизни мы не расстаемся с творчеством Пушкина. Екатерина Чернышева убедилась в этом в очередной раз. Пушкина знаете? Да, знаю. Да? А какие вы помните произведения? Знаете, чей сегодня день рождения? Никого. Пушкина? Да, не знаю. Ну? Сказку какую-то? Ну, не, не смогу. Пушкина, что ли? Да. А какие вот произведения Пушкина? Что вам приходит на ум? Царь Салтан. И в светлицу входит царь, стороны-то их государь. Во все время разговора он стоял позадь забора. Обратите внимание. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты. Как бы, летный виденье, как гений, чистой красоты и так далее. Кому это написано произведение? Жене Пушкина. А кто она у него была? Как звать? Имя. Имя. Наташа. У лукоморья дуб зеленый, золотая цвет над дубитом. И ночью, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песни заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит. Русалка на ветвях сидит, там на неведомых дорожках следы неведомых зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон без зверей и так далее. Я могу еще много чего. Я могу Пушкина, это наше все. Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б ни зной, ни пыль, да комары, да мухи. Ты все душевные способности губя нас мучишь, как поля мы страждим от засухи. Лишь как бы напоить да освежить себя, иной в нас мысли нет, и жаль зимы старухи. И проводив ее блинами и вином, поминки ей творим мороженым и льдом. Александр Сергеевич Пушкин, 1833 год. Ну а в начале июня 2016-го мы только ждем прихода тепла и хорошей погоды. Екатерина Чернышева, Евгений Петров, Видное ТВ.